здравствуйте друзья пару слов про книжку нашу которая значит вышла моих воспоминаний там мы пытались значит как-то повлиять на цену книжки потому что 25 долларов это которые сейчас стоят на амазоне это для нас маловато будет потому что это фактически там 450 с книжки в наш карман и все-таки там существенный был расход который не окупится даже близко поэтому речь шла изначально о том что она будет стоить долларов 50 но вот пока что стоит 25 и те кто успеет или там уже уже много книжек продалось как ни странно так вот те кто успеет за 25 значит те молодцы по идее она должна стоить 50 49 95 но какие-то там сбои я не знаю мы сами не контролируем мы так через промежуточные извения но я вас уверяю что она будет стоить полтинник а теперь что уже появились люди которые значит самое получили прочитали отзывы всякие пишут мне это так странно знаете потому что книжка то висела уже четыре года она в форумном варианте висит она висит в виде файла тоже вот у нас же в наших описаниях каждому видео она висела я сейчас поменял ссылку она теперь на наш ресурс идет но вообще-то как бы четыре года висела книжка ой ну что делать значит всяко бывает теперь в общем масса замечательных у нас откликов и мне тут даже общество книголюбов местных мы там вели съемку пару раз вот даже нам сказали что будут разбирать нашу книгу я буду там значит там как-то присутствует или в общем такие интересная такая движуха спрашивают нельзя ли приобрести с подписью я думаю что можно будет приобрести с подписью дело в том что как бы сказать amazon берет на 70 процентов от выручки за вычетом а выручка это минус производства книжки печать допустим если книжка стоит 50 долларов и там десятку отдать за печать значит остается 40 они берут 70 процентов как бы сказать появляется смысл может быть раз в неделю там пойти отправить десяток книжек на почту там сотрудники пойдут отправить поэтому я думаю что наверное мы без особого труда в состоянии те количество которые там возникнут легко отработать вот и там с подписью скажите чего вам написать я чего-нибудь вам напишу вот а скажите просто подпись напишу просто подпись но желать я тогда уже пару слов все равно тоже написал пожелание какие вот что еще про книжку там потихонечку выходят всякие опечатки это правда но прелесть нашей онлайновой версии состоит именно в том что мы можем в ней эти отпечатки легко править и делать такие значит апдейты поэтому я думаю мы за первый месяц чего наберется подправим и сделаем новую исправленную недополненную но исправленную версию чтобы значит было все аккуратненько культурненько вы если где чего значит увидите вы мне дайте знать я буду потихонечку складывать там до кучи собирать информацию и исправлять давайте я камеру поверну вот мы приехали на наше рабочее место у меня все время такое ощущение когда я смотрю запись что как-то меня снизу вот так показывает как я лежу что ли я вроде так сижу более-менее нормально ну вот не знаю в общем движется движется это дело с книжкой народ говорит что вот этом на одном дыхании прочитал 200 страниц света моя стала читать представляете света читает и говорит наконец-то говорит она я стала там понимать вот это вот это почему ты вот тогда так сделал а я тебе говорил что это что тебе тяжело а ты мне говорил да нет все ерунда а сейчас я вижу что тебе действительно было тяжело я была права что тебе было тяжело и в общем значит светлана узнает обо мне больше из этой книги вот так что ну мне конечно было бы приятно осознавать что она легко читается меня только беспокоит тот элемент в книжке где мы говорим про страхование там немножко про сетевой маркетинг еще может быть пару моментов и это может показаться муторочным страхование особенно ну я не знаю во всяком случае я считал важным это все описать там нет не только же там приключения со стрельбой бывают и бывают без стрельбы там да вот значит приключения без стрельбы они конечно менее насыщенные поэтому вот но я как бы начинаю заново переживать уже как автор теперь и да люди какие-то звонят и как ты вот этого там значит показал я хочу сказать что написано в самом начале книжки и я повторюсь что там нет уже прямо такого вот прямого попадания в какого-то человека вот этого того или десятого то есть не было задачи создать какой-то узнаваемый образ там или что-то такое это все-таки такое достаточно эмоциональное изложение чего-то субъективное там я не знаю и я я сознательно упрятал все что мне пришло в голову чтобы нельзя было сказать вот это вот он там я это совершенно не то не только чему я стремился поэтому такая вот такая мулька счастливо